Уважаемый Юрий Станиславович, уважаемый Генитальевич, коллеги, хотел благодарить за возможность выступить с таким проблемным докладом. Конфликтных веков у нас отсутствует. Вы прекрасно знаете общую ситуацию по заболеваниям головы и шеи. И самый главный факт, который здесь следует напомнить, что больше 50% всех заболеваний рецидивирует, а цифры смертности насчитывают несколько сотен тысяч ежегодно. В России эти тенденции, к сожалению, сохраняются. Заболеваемость несколько растет. И, как мы говорим все чаще, речь идет не только о лечении больных, но и о сохранении качества жизни у этих пациентов. Тем более, что при опросе самих больных отмечается, что многие из них согласны на сохранение качества жизни. Многие из них рассчитывают на обезболивание и сохранение лечи питания, а также функции дыхания. Таким образом, в настоящее время ключевыми факторами при обе-ротактике лечения являются характеристики опухолевого поражения, состояния самого больного и, что важно, его желание. И следует также учитывать побочные эффекты самого лечения. То есть, таким образом, наиболее агрессивные схемы лечения, комбинированные к комплексному лечению, не всегда оптимальны. В настоящее время продолжается проводиться множество исследований, в том числе эти исследования затрагивают и качество жизни больных. Эволюция всех методов лечения прекрасно вам известна. В настоящее время в нашу практику плотно вошли и таргетные, и иммунные препараты. Тем не менее, что является основным при выборе тактики лечения, насколько травматично будет убрана болезнь, если мы лечим пациента основным методом лечения, то есть хирургии. И если речь идет о высокотравматичных операциях, то, по идее, мы должны сделать все, чтобы от этих операций пациента увести. Отсюда и вот такие интересные альтернативные классификации, по сути, тактика лечения с подразделением не только по характеристикам опухоли, но и по потенциальному сохранению или потере функции органа. С другой стороны, когда речь идет об альтернативных вариантах лечения с применением консервативных методов, мы должны помнить о вот этой неприятной статистике, последствий самого лечения, будь то это химиолучевая терапия, лучевая или таргетная терапия. И необоснованно эти методы применять также не хотелось бы. Если мы говорим о тактике лечения больных носоглоткой, то на сегодняшний день приоритет отдается консервативным методам лечения и, в первую очередь, лучевой терапии. В то же самое время, в рамках, скажем так, осмысления правильности тактики, хотел бы привести такой клинический пример, когда больной поступил к нам с выраженным состранением опухолевого процесса Т4Н3М0 с таким перечнем пораженных структур, у которого проведение полихимиотерапевтического этапа и лучевой терапии в комбинации позволило пациенту полностью излечить, несмотря на исходно значительную распространенность процесса. А с другой стороны, хотелось привести вот такой клинический пример исходного заболевания Т4Н1М0 у достаточно молодого мужчины, которое затрагивало, опять же, машину структур, которым было проведено вначале полихимиотерапевтическое лечение, а затем лучевая терапия по радикальной программе с выраженным полным клиническим эффектом. Однако на сегодняшний день мы можем сказать, что тактика такая оправдывает себя не во всех случаях, поскольку у пациента развился со временем рецидив в области, по сути, краевой такой рецидив в области облучения, больше интракраниальной, который привел в итоге к прогрессиванию процесса и смерти больного. Таким образом, критериев, по которым была выбрана тактика лечения у пациента, в том числе объем облучения и меры агрессивности лечения, было недостаточно. Если речь идет о заболеваниях ротоглотки, то при заболеваниях ротоглотки приоритет отдается химио-лучевому лечению. И позвольте привести вам пример успешного лечения, когда исходно пациенту 60 лет с распространением, в том числе и методотическим множественным поражением на шее, было проведено лечение с ВПЧС с цивным раком и массой сопутствующих заболеваний с высокими рисками побочных эффектов самого химио-лучевого лечения. Вот здесь представлена распространенность процесса. И обратите внимание, на срезе представлен массив поражения, отсюда массивный объем облучения, что, безусловно, нежелательно проводить, если это не обосновано. Но это обосновано, поскольку мы получили полный эффект такого лечения и при этом не получили на данный момент, пациент под наблюдением, не получили еще выраженных осложнений самого лечения. Другой пример, когда мы у пациента с выраженным состоянием процессом Т4Н0М0, с массивом опухоли, занимающим все три тела глотки, также провели лечевое лечение, в данном случае биолучевая терапия до радикальных доз. И обратите внимание, какой замечательный функциональный эффект мы получили в итоге. Но всегда ли эти параметры, эти критерии работают? Нет. И позвольте привести вам пример пациента со сходной клинической исходной ситуацией, Т3Н2М0, тоже распространенный процесс, в том числе и с метастатическим поражением, в котором было проведено массивное облучение локорегиональной зоны до дозы 50 ГРЭИ, и зона самого поражения получила дозу 70 ГРЭИ. Однако, далее был практически в течение трех недель отмечен выраженный, по сути, продолженный рост опухоли, с восполнением всех же объемов поражения, как они были исходно. И это во много можно связать именно с этими биологическими характеристиками опухолевого процесса. ВПЧ-негативный рак, достаточно агрессивный, экспрессирующий ИДЖФР. И по поводу заболеваний полости рта, при локальных формах есть выбор из двух вариантов лечения, это хирургическое лечение или лучевая терапия. И мы знаем прекрасно результаты как брахиотерапевтического, так и дистанционного лучевого лечения, которые нередко позволяют этих больных вылечить без операции. С другой стороны, мы знаем и примеры, когда это сделать не удается, и потом пациент приходит вот с такой остаточной околью и все равно попадает на оперативное вмешательство, несмотря на то, что клинически на радикальных дозах есть выраженный эффект, но он был недостаточен. Опять же, когда определиться с этой остаточной опухолью и можно ли было знать исходно, что эта опухоль не будет полностью излечена лучевой терапией. При распространенных процессах чаще всего речь идет об операции, однако вот эта ветка клинических исследований по той же самой рекомендации ССН считается оптимальной, то есть если мы можем попытаться человека от операции вести обоснованно, это возможный вариант лечения больных. С другой стороны, когда речь идет о массивных процессах, безусловно, считается обязательно сочетание двух методов лечения – это оперативное вмешательство и это химио-лучевая терапия. И позвольте привести вам клинический пример пациента с выраженным поражением альвеарного отростка, с его деструкцией, которому в предоперационном плане вот на эти объемы было подведено предоперационная доза 50 грей, химио-лучевое лечение и вот вид интероперационной самой ситуации с множественными краями резекции, поскольку у всех, в том числе и на случаях терапевтов, были сомнения, что мы обеспечили достаточный эффект для радикальной операции. Но в итоге мы получили вот такой патоморфоз и в узлах, и в первичной опухоли, и отсюда вопрос, что мы получили еще больший эффект, чем тот, на который рассчитывали, значит, нам недостаточно критериев, которые на сегодняшний день являются основными при выборе тактики лечения. Таким образом, по всем локализациям, по всем вариантам распространения опухолевого процесса есть точка приложения консервативного метра лечения, осталось только определиться, когда же их адекватно применять. И здесь мы говорим о детальном подходе к лечению пациентов. Вот буквально несколько часов назад такую же проблему поднимал академик Чинзонов, когда говорил о том, что персональный выбор тактики лечения на сегодняшний момент – креугольный камень. И тогда в углового угла ставится биология опухоли. Если мы говорим о биологии опухоли, то есть понятие факторов прогноза и предикторов эффективности лечения. И на сегодняшний день уже известно, что есть целый перечень так называемых и факторов прогноза и предикторов, которые имеют свою точку приложения в клинической практике врача, но не вошли в гайдлайны, не вошли в рекомендации. У всех на слуху вирус Эпштейн-Барра, у всех на слуху вирус папиллома человека, остальные параметры изучаются активно, но еще имеют меньшую клиническую точку приложения. И когда мы говорим о тактике лечения по поводу забавленной соглотки, титр вируса Эпштейн-Барра в сыворотке для нас является уже на сегодняшний день однозначным помощником и должен учитываться, по крайней мере, при выборе тактики лечения, уж тем более, когда речь идет о том, что мы пациенту лечение уже провели, и встает вопрос о наличии или отсутствии рецидива опухолевого процесса. Когда мы говорим о заболеваниях ротоглотки, то прочно вошел в практику понятие вируса папиллома человека. Дело в том, что вирус папиллома человека ассоциированный раки, текут несколько иначе клинически, и только что выступал Джатин Ша, известный американский хирург, с тем, что даже классификацию ТНМ, сейчас восьмое ее здание, меняют в связи с вот таким различием по ВПЧ-ассоциации ВПЧ-позитивно-никотинового рака, в первую очередь по прогнозу эффективности консервативного лечения. Дело в том, что ВПЧ-позитивный рак хорошо отвечает как на лучевую, так и на лекарственную терапию. Тем более, что это, как правило, молодые больные, как правило, относительно небольшой процесс, но со склонностью к регионарному метастазированию, и выраженный эффект самовлечения позволяет получить достоверные различия в отдаленных результатах лечения. То же самое, как суррогатный маркер, мы можем сказать о вирусе П16, вот они сводные, например, данные общей выживаемости Гиллисона 2012 года, а вот как они различаются, если больных дифференцировать по экспрессии П16. То же самое мы видим, когда раздельно смотрится ВПЧ-ассоциации и смотрится экспрессия П16. Есть достоверная разница, которая говорит о необходимости учета этого параметра. И то же самое, вот оно, различие у курильщиков в анамнезе и у людей, которые не курили никогда. Такие же данные получили мы. Так, например, по курению у нас есть достоверное различие, когда проводилось раннее исследование с изучением факторов прогноза. И то же самое мы получили в ПВПЧ-ассоциации на небольшой выборке группы больных. Когда же мы посмотрели наши результаты, предшествующие исследования 2013 года, мы увидели, что таких параметров довольно много. И обратите внимание, здесь характеристики, в том числе отвечающие за гипоксию опухоли, как негативный предиктор эффективности консервативного лечения. Сюда же входит экспрессия П5321. И что очень важно, извините, это перерывы в лечении. В настоящее время все чаще говорится об изучении генетического профиля плоскоклеточного рака головы и шеи. И также это плотно изучаемый вопрос. Так, например, позвольте провести работу прошлого года линги, где вынесены эти параметры. И обратите внимание, есть достоверные различия, они статистически достоверные, в зависимости от того, как экспрессировались вот эти генотипы. И вот наглядно видно, что, например, есть разница в объеме опухолевого поражения, по прогнозу, по экспрессии П16, и по вирусу пополнения человека, и по некоторым генетическим параметрам, и что важно, в том числе по гипоксии опухолевого процесса. Это привело к тому, что уже сейчас есть ряд работ, которые дифференцируют по прогнозу подходы к лечению. И обратите внимание, как различаются результаты этого лечения. Например, у людей, которые страдали от ВПЧ-негативного рака, да еще имели в анамнезе курение распространенный процесс. У них результаты лечения были значительно ниже. Эти исследования продолжались работами вот до 2013 года Усалинова, который также показал, что ВПЧ-ассоциированный рак лечится лучше, и показатели как выживаемости, так и локогенарного контроля у них значительно выше. В свою очередь, это привело к тому, что исследования уже сосредоточены были на ВПЧ-социированный рак, с учетом, безусловно, распространенности процесса. Это позволило дифференцировать больных по группе прогноза и, по сути, во многом задать те самые вопросы о иной классификации самих поражений, как по региональному энтестазированию, так и по первичному очагу. Вылилось это в исследование по деинтенсификации лечения. Так, например, за счет начала индукционной полиохимитерапии исследователи попытались отказаться от высоких доз облучения и провести лечение, например, с таргетной модификацией, но без химиопрепаратов. Это привело... Заканчиваю, спасибо. Это привело к тому, что на сегодняшний день есть вот они, достоверные различия, посмотрите, как по специальности процесса, так и по биологическим свойствам. Но на сегодняшний день нет доказательной базы, позволяющей менять именно тактику лечения. Таким образом, современная тенденция заключается в обеспечении не только радикального лечения, но и высокого качества жизни больных. Мы уже сейчас знаем многие биологические свойства опухоли, в зависимости от вопроса о индивидуальной подборе тактики лечения. Потенциальные факторы прогноза и предикторов эффективности позволят нам не только изменить сами подходы, но и, может быть, в целом изменить тактику лечения больных, в том числе с сохранением качества жизни. Спасибо за внимание. Вопросы, дорогие коллеги, Артем Рубеновичу? Да, Владимир Михайлович, конечно. Развучал термин биолучевая терапия. Что он подразумевает? Спасибо за вопрос. Это уже устоявшийся термин, который сейчас применяет наши зарубежные коллеги. Он подразумевает сочетание лучевого лечения с таргетной модификацией. Чаще всего в работах биотерапии, как она, биотерапия звучит, биолучевая терапия, касается лучевой терапии с цитоксимабом. Вот, считайте, правильно. Сами? Да. Пожалуйста, еще. Спасибо большое, Артем Рубенович, за прекрасное сообщение.